Я очень рад быть с вами сегодня, спасибо за приглашение, пастор Андрей, было неожиданно, но вы знаете, я стоял вот сегодня на прославлении, спасибо, дорогой, и пытался вспомнить вообще, когда я в гостях у кого-то был в последний раз, и я не могу вспомнить, я так давно был где-то в другой церкви, просто даже не могу вспомнить, ну, мы будем отчет с этого собрания вести. Спасибо большое за приглашение, честь и радость, и я хотел бы также присоединиться к благодарности всем, кто служит, спасибо, во-первых, вам, что вы остались, вы здесь, вы служите церкви, народу Украины, спасибо братьям, которые ездят, я слежу за вами в Фейсбуке, в Инстаграме, в соцсетях, и горжусь вами, и я уверен, что Господь тоже гордится, но также спасибо всем, кого нету в Фейсбуке, и кого нету в Инстаграме, за кулисами, знаете, очень много людей делают потрясающую работу, а мы их не видим, мы про них не знаем, поэтому огромное спасибо вам также. Ну и предлагаю, чтобы мы помолились, помолились, и я поделюсь, поделюсь тем, что Бог говорит. Господь, моя задача сегодня очень маленькая, очень простая, сказать то, что Господь уже говорит нам в Своем Слове, и пусть Его Слово благословит нас. Господь, мы благодарны Тебе за привилегию быть частью церкви, быть церковью и сегодня быть в Доме Твоем. Благодарю Тебя за эту возможность служить Твоим драгоценным детям, Твоему народу. Господь, благодарю Тебя за дружбу и отношения с пастырями, с братьями и сестрами. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что в это время Ты с нами, Ты хранишь нас. И мы просим Тебя, чтобы сегодня Ты утешил нас, чтобы Ты прикоснулся к каждому сердцу, чтобы Твое Слово стало хлебом, стало водой живой, стало жизнью для нас сегодня лично. Господь, мы хотим уйти другими людьми, мы хотим увидеть Тебя, Твою красоту, и мы хотим, чтобы наша вера стала крепче благодаря Тебе, благодаря Твоему служению сегодня нам. Спасибо Тебе за это, Господь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Друзья, у меня очень простое послание. Я хочу говорить о Боге сегодня и о Его верности. Моя проповедь называется «Бог верен». В очень нестабильном мире. Даже если мы не говорим про войну, которая сегодня пришла на нашу землю, во всех сферах жизни люди переживают потрясения. Экономические спады, нестабильность, эпидемия недавно была. То есть люди, они хотят, в принципе, контролируемую жизнь, чтобы все происходило, как они планируют, чтобы жизнь, наш мир, наши дела развивались по какому-то спрогнозированному сценарию. Но все не так. Наш мир, он нестабильный, он изменчивый. Постоянно люди сталкиваются с разными стрессами. Помимо этого всего, еще люди сами по себе очень изменчивые и ненадежные. Трудно представить, во что бы превратилась наша жизнь, если бы все люди, которые нас окружают, были бы изменчивы, неверны, лживы, подводили, предавали друг друга. Таких людей много, но если бы все мы были такими людьми, это был бы просто сплошной кошмар. И на самом деле, вот посреди этого всего нам нужно найти опору, на которую мы можем стать, на которую мы можем строить нашу жизнь, опереться. Нам нужно что-то надежное. Люди ищут что-то надежное. И все время они переживают какой-то надлом. Но мы как христиане, мы как верующие люди знаем, что Бог является этой опорой. И сегодня я хотел бы поговорить о Его качестве, о Его верности. И моя задача, мое желание опуститься сегодня, добраться до той части, когда мы будем говорить о чем-то практическом, как Его верность помогает нам в нашей жизни, в наших переживаниях, в наших страданиях. Но вначале, конечно, мы посмотрим, что Библия говорит о Его природе. Потому что одно из качеств Бога, которому мы поклоняемся, которому мы служим, это верность. Он открывается нам как верный в своих словах и в своих делах. И вначале я хотел бы для всех нас напомнить, что такое верность. И верность – это постоянство, неизменность в словах и делах, действиях, отношениях, или еще это преданность, это посвященность. Верный человек описывается как проявляющий также постоянство во взглядах, чувствах, привычках, отношениях. Это неизменный, преданный человек, не нарушающий свои слова, обещания. Это правильный, точный или безошибочный человек. Или там Бог, о котором мы говорим. Но это описание верности, оно может быть применимо и к людям, и к Богу. Так вот, когда мы говорим о Боге, друзья, есть несколько причин или объяснений, почему его природа – верность, он верный. Во-первых, он имеет неограниченную власть и возможности. У него есть потенциал и способность сдерживать свои слова и добиваться своих целей. А во-вторых, потому что Бог есть любовь, а верность – это одно из качеств любви. Сложно представить себе любовь без постоянства, посвященности или верности. И вот Библия говорит, что Бог преданно или верно служит своим людям, творением. И его отношение между нами строится на этом качестве. Но очень важно нам увидеть, что Господь пытается в Библии доносить нам свои качества или говорить о себе, давать откровения о себе на контрастах. Ну, например, Господь очень часто сравнивает себя с людьми. Вот нам, людям, мы живем среди людей. Мы, люди, мы живем среди людей. Нам очень сложно понимать Бога, давайте признаемся. Нам очень сложно говорить о ком-то, кто настолько не такой, как мы, отличный от нас, что нам нужна помощь. Вот, например, Господь, пытаясь доказать или открыть о себе, о своем любящем отношении к нам, Он сравнивает себя с самым высшим, наверное, проявлением любви. Любви — это любви матери к своему ребенку. И Он говорит, даже если мать забудет свое дитя, я вас не забуду. То есть нам вообще есть в жизни такое, когда мать отказывается от ребенка. Но вообще-то любовь матери к своему чаду — это, ну, наверное, высочайший вид любви. Мать любит своего ребенка, она готова отдать свою жизнь за него. Она не спит, она тратит силы свои, чтобы воспитывать этого ребенка, кормить этого ребенка. Но Господь говорит, даже если мы возьмем самое такое яркое проявление любви матери к ребенку, Он говорит, я лучше и больше. Например, есть люди, которые думают, что они чисты в своей жизни, они праведны. Но когда Бог сравнивает праведность людей с самим собой, Он говорит, ваша праведность как запачканная одежда. Если мы сравним свою чистоту, мы можем быть уверены в своей чистоте, как фарисеи были уверены в своей чистоте и праведности. Но когда мы сравниваем это с Богом, мы вдруг видим, что мы не просто в чистоте, мы полные грязи. И вот когда Господь хочет доказать и показать нам свою неизменность, свою преданность или свое качество верности, Он также сравнивает себя с нами. И мы это видим на контрастах. Например, Библия говорит в Римлянам 3 главе. Бог верен, а всякий человек лжив. Кто-то может думать, что это о нем не говорит. Я не лжив. Кто-то может думать, что я всегда сдерживаю свои слова. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Друзья, вы можете быть уверены в своей непорочности и правдивости. Может быть, вы абсолютно честный человек, но речь вот о чем. Если вашу честность мы приложим к честности Бога, сравним вашу преданность с Божьим, вы оказываетесь лжецом. Вы оказываетесь матерью, которая абсолютно не заботится о ребенке, если сравнить заботу Бога о нас. Вы оказываетесь неправедным, а полным в грязи, если сравнить вашу праведность с Богом. И вы оказываетесь лживым человеком, если вашу честность и верность сравнить с тем, какой является Бог. И когда здесь сказано, ты праведен и победишь в суде твоем, о чем речь? Если бы вы нашли самого праведного человека, который уверен, что он никогда не лжет, он не изменчив, и вы бы состязались с Богом, Бог бы выиграл этот суд. Он побеждает в любом суде. И его правда выигрывает любое состязание. И это некая гипербола, но на самом деле мы видим, нам нужны эти контрасты в жизни. Они нам нужны, чтобы познавать и понять Бога. Ну, например, к примеру, Библия описывает человека, как цвет, наша жизнь как цвет на траве, помните? Или как пар, который появляется и исчезает. Библия никогда не использует эти сравнения, чтобы описывать Бога таким образом. Мы нигде не считаем, что Бог это пар. Что Бог как цвет на траве, который проходит. Так описываются люди. Но какие описания мы находим в Писании, которые говорят о Боге? Бог есть твердыня. Бог есть скала. Скала это нечто мощное, неподвижное. Бог не какая-то волна, которая поднимается и исчезает. Бог это подобно глыбе, скала. Он крепость, Библия так называет. Это некое такое мощное, стабильное сооружение. Библия никогда не описывает так людей, человека, нас с вами. А Бог именно так описан в Писании. Числа 23 глава. Сказано, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Бог какой ты, если мы задаем вопросы? Он говорит, я не человек. Мы хорошо знаем себя, мы хорошо знаем людей. Бог приходит и говорит, послушай, если ты хочешь меня познать, ты должен оторваться от образа знакомого тебе, от образа людей. Я, он говорит, не человек. Это что значит? А это то и значит, чтобы Бог не человек, чтобы ему лгать, и сын человеческий, чтобы ему изменяться. Вот так Библия описывает людей. Они изменчивые, они лживые, в них есть неправда. И если человек даже думает, что он не такой, это просто потому, что он не оказался в определенном давлении или обстоятельствах. Ну, если бы, даже если человек под обстоятельствами не лжет, то в сравнении с Богом, если сравнивать праведность или правдивость, или верность человека с Богом, человек оказывается лжецом. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. В Первом Царстве сказано, «Не скажет ни правды, не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». О чем речь? О том, что Бог не может обещать неисполнимого. Люди очень часто вообще быстрые на слова. «Мы можем обещать, не думая». Бог не может обещать неисполнимого. Ему никогда не приходится пересматривать свои какие-то слова, отказываться от обещания. Библия никогда не говорит, «Господь ошибся». Мы каемся, «Извини меня, я ошибся, я был неправ, я переоценил себя». Бог никогда себя не переоценивает. Он не может отказываться от своих слов. И даже если бы, друзья, мы нашли человека, который абсолютно полон доверия, полон, ну знаете, уверенности, близкие там, наши родственники, абсолютное, вечное, полное, беспрекословное доверие заслуживает только Бог. Он совершенно верен, он совершенно неизменен, он совершенно праведен. И мы никогда не должны думать о людях, как возводить их вот в ранг Бога. И наши все идеалы, они рушатся. Недавно я общался с одним человеком, который занимает большой-большой пост в Баптистском Союзе. Для меня всегда баптисты были такие, знаете, они же всегда за святость ратуют, за семью, против разводов. Ну, по крайней мере, они очень много об этом говорят. И у меня всегда было ощущение, что вот истинная старовера и баптисты – это вот самая святая церковь. Но я общаюсь с этим человеком, и он мне рассказывает, как много сегодня разводов, измен среди баптистской церкви. С одной стороны, для меня это не удивление, потому что там такие же люди, как и везде. С другой стороны, для меня это было интересно, потому что некоторые мои идеалы были разрушены об этой церкви. Я не хочу омрачить сейчас баптистскую церковь или союзы. Мы все люди одинаковые. Но я говорю к тому, что нельзя из человека делать Бога и возводить людей на Божий пьедестал. Бог показывает себя, кто Он есть в Писании, вот на таких контрастах. Что еще Библия говорит о нем? «Знай, что Господь Бог твой есть Бог верный в Таразаконе осием, который хранит завет свой и милость к любящим Его, сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Что это означает? Ну, тысячи родов могут пройти, а Бог не меняется. Времена меняют людей, а Бога времена не меняют. Они не влияют на Него. То есть на Божий характер, Божью природу ничто извне не может повлиять. Бог остается верным. Он твердыня, Он скала надежная, Бог верен, нет неправды в Нем. Иисус Христос мы читаем вчера, сегодня и вовеки тот же самый. «Я не изменяюсь», — говорит Господь Малахий, — несколько писаний. «Поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». Почему вы до сих пор живы, сыны? Вы задумайтесь, сыны Иакова. Вы грешите, вы меня предаете, вы нарушаете завет, и вы до сих пор есть, вы живы. Вы почему живы? Потому что Господь говорит, «Я не изменяюсь, я поклялся быть верным завету». «Царство Твое, царство всех веков, владычество Твое во все роды», — Псалом 144. «Верен Господь во всех словах Твоих, свят во всех делах Твоих». Почему Твое царство, царство всех веков? Из-за Его природы. Да потому что Бог стоит за Своё Слово. Потому что Бог есть Тот, Кто Он есть. «Верен», — Библия говорит, — Новый Завет, призывающий вас. «Верен Бог, Которому вы призваны в общение Сына. Верен Господь, Который утвердит и сохранит вас до конца. Он пребывает верен. Себя не может отречься». Друзья, мы говорим с вами о том, что Божье качество, Бог, в Котором мы верим, — Он неизменный. Он неизменный в Слове Бог, Он верный. Еще несколько характеристик этой верности, и мы опустимся, как я говорил, в практические стороны нашей жизни. Ну, во-первых, Библия описывает верность как великую. Плач Еремия 3, 23. «Велика верность Твоя», — пишет человек. А Еремия — это пророк плена. Это пророк, который проповедует во время Вавилонского плена. Это книги о поражении Израиля. То есть вокруг сплошная выжатая земля. Поражение. Народ в плену. Кажется, что Бог оставил свой народ. И посреди этого хаоса, посреди того, что их уводят в рабство, они терпят поражение, а Израиль постоянно терпел поражение. Большую часть своей истории Израиль проводит в рабстве, имея обетование. Так вот, Он говорит, «Велика верность Твоя». Друзья, это нельзя сказать без понимания, какой есть Бог. Его верность великая. Его верность неизменная. Иаков говорит, «Не обманывайтесь, братья возлюбленные, всякое дание доброе даст совершение, несход свыше от Отца Света, у которого у Него нет изменения, ни тени перемены». У Него нету никаких перемен и изменений. Его верность, она неизменная. В Титу сказано, что Он неизменный в Слове Бога. Его верность, она несокрушимая. Римлянам 3.3 сказано, «Неверность их уничтожит ли верность Божью?» Кто или что может уничтожить Божью верность? Нету таких ни людей, ни явлений. Как бы себя ни вели люди, как бы люди ни подводили друг друга, нельзя это применять к Богу. Их неверность уничтожит ли верность Божью? Нельзя уничтожить Божья верность, или Его преданность Завету, Его отношение к Завету, к нам. И так же Его верность, она вечная. Псалом 145 сказано, «Господь вечно хранит верность». Господь вечно хранит верность. Итак, это Он основа нашей жизни, на которой стоит строить. Я хочу поговорить сейчас о проявлении Его верности. Хорошо, Господь верен. Какой польза мне от этого? Друзья, я хочу не брать все сферы нашей жизни, а брать именно те сферы, где мы более всего как люди ощущаем себя слабыми, ощущаем себя незащищенными. Ощущаем себя в слабости, в сомнениях. Как Бог относится ко мне? Ну, во-первых, прежде всего, Его верность является в согрешении. Мы все в церкви знаем, что Бог призвал нас к святой жизни, надо жить свято, но мы все согрешаем. Как Бог относится ко мне, когда я грешу, братья и сестры? Многие думают, что Бог относится к тебе так, как ты живешь. Ну вот, ты согрешаешь, значит, ты не выполнил свое обещание, а Бог говорит, тогда я свое не выполню. И многие люди вот так думают, что отношение Бога к ним основано на их исключительности, праведности, святости и делах. Если я веду себя хорошо, у меня Бог хороший ко мне. Если я веду себя изменчиво, Бог тоже все отменяет, сразу же все отменяет. Но смотрите, как сказано, Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши, когда мы согрешаем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Что происходит с Богом, когда я грешу? Грех не влияет и не меняет Бога. Он верен внутри, посреди моего согрешения, Бог верен, чтобы простить меня, когда я прихожу к нему с покаянием. То есть, когда человек согрешает, он очень уязвим. Наша совесть нам не дает покоя. Мы чувствуем себя, снова мы его подвели, мы чувствуем себя неудачниками в жизни. Когда ты чувствуешь себя неудачником, именно тогда тебе нужна Божья верность. На что тебе положиться? Ты подвел сам себя, ты подвел Бога, ты подвел людей вокруг тебя. Ты как бы нарушил, нет основания никакого в твоей жизни. Ты чувствуешь себя, как в песок проваливаешься. Что с Богом происходит? Он остается верен. Библия говорит, если мы исповедуем наши грехи, мы приходим к Нему. Он не может не принять нас, друзья. Он верен и праведен, простит нам грехи наши. И Он очистит нас от неправды. Да, ты совершаешь неправду. Да, ты огорчаешь Его сердце. Но Бог не меняется. Когда мы согрешаем, мы натыкаемся на Его верность. Что было бы, если бы Бог был неверен? Это означает, что любой грех остановил бы тебе жизнь. Вот почему ты по-прежнему живешь? Ты есть. Господь общается с тобой, потому что Он верен, чтобы простить. Потому что завет заключен не между тобой и нами, ну, не между Богом и нами, а между Богом и Христом. Библия говорит в Евреям 6 главе, Бог никем другим не мог кляться, поклялся самим собой. Когда Бог говорит, я хочу дать такую клятву моему народу, ну, чтобы они точно поверили, что это произойдет. И Он не находит во всей вселенной никого, кем бы Он мог кляться. Мы говорим, клянусь мамой, клянусь папой. Бог смотрит, никем не может кляться, говорит, я клянусь тебе самим собой. И завет заключает Он с Иисусом Христом и приглашает нас в этот завет. Поэтому Он нерушимый, потому что Он основан на Его жертве, а не на моей жизни. Если бы завет основан был на моих делах, Он бы был вообще, Он бы рушился, Он бы не был бы неизменным. Потому что я так часто нарушал этот завет. Но Он вечный, вечный, потому что Он заключен с Иисусом Христом и меня пригласили туда. Поэтому, друзья, когда мы согрешаем, мы видим, что Бог проявляет свою верность в том, что Он принимает, очищает нас. Отступничество Израиля, друзья, это история плена, как я уже говорил, это история постоянных поражений. Но там Бог не оставляет их в рабстве, Он сражается за сохранение своего народа. Давайте еще одно Писание прочитаем. Я считаю, что в очень-очень важном мы месте, как его верность служит нам в нашей жизни. Ну, вы знаете, все такого пророка Осия. Не повезло ему. Вообще быть пророком в Ветхом Завете это серьезное дело. Сегодня модно быть пророком. Все ожидают от вас слова. Вы, люди там думают, что пророк это авторитет. Ну, смотрите, Осия. Господь ему говорит, третья глава, «И сказал мне Господь, иди и полюби женщину прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам». Вот он находит Осию и говорит, иди найди блудницу и полюби ее. И оставайся с ней. Этот пророк получает странное вообще задание. Он должен жениться на проститутке и он должен сохранять верность ей. А детей, которых она родила в результате постоянных там супружеских измен, он должен был их считать своими детьми. Представляете? Задание получает пророк. И поведение Осии к этой женщине-изменнице или к жене-изменнице должно проиллюстрировать, показать народу Израиля отношение Бога к неверному народу, который, несмотря на то, что был заключен с Богом союз, он продолжает заниматься и дал опоклонством, а Господь продолжает сохранять верность и любить их. И Бог постоянно сохраняет верность своему слову. Сохраняет верность, неверность, здесь сказано, как Осия, жене. Потом он еще одно задание получает, пойди еще другую женщину полюби. тоже там проститутку и надо было хранить верность. Она вероломно ему изменяет, а он не должен ее бросать. Такое задание получает Осия. Это говорит о том, что Бог не перестает любить нас, даже когда мы не верны ему. Мы добровольно отказываемся от него в нашем согрешении, в нашем выборе, а Господь остается верным. Это сложно представить. Посмотрите на Давида. Давид совершает ужасный поступок. Берет чужую жену, Версавию, все делает, чтобы убили мужа. Что Господь делает с этим царем? Он его милует тем, что он посылает ему пророка, который ему говорит о его грехе. Давид кается, переживает свои последствия, друзья, но в конце концов он кается, восстанавливает отношения с Богом и умирает в доброй, умирает в старости. В третьем царь сказано, что когда он, Давид говорит, я отхожу в путь всей земли и дает наставление своему сыну, ты же будь тверд и мужественен, храни завет Господа, ходи путями его, соблюдай уставы его. Это Давид дает, он же сам в своей жизни не всегда это делал. Но Бог не бросает своего слугу в этой ситуации. Итак, друзья, прежде всего, Божья верность. Когда вы согрешаете и когда вы согрешите в следующий раз, это произойдет. Это произойдет. Рано или поздно. Мы не хотим этого, но это произойдет. Бог неизменный в своем доброте и любви к тебе. Приходи к Нему, и Он восстановит с тобой отношения, потому что Господь верен. Где еще проявляется Его верность? В наших ошибках. Это нечто другое, чем грех. Ну, например, Авраам получает слово от Бога, у тебя будет сын. Он ждет очень долго, сына нет. Он берет план Божий в свои руки, слушает свою жену, идет к Агари, у него рождается Измаил. Он совершает ошибку, которая является сегодня причиной, последствий ужасных в нашей жизни. Он рождает Измаила. Что делает Господь? Господь приходит к нему, Он же не просто наказал его и все. Теперь никогда, Он же не говорит Аврааму, теперь никогда план Божий ему и не исполнится, никогда у тебя не будет сына, вот этим Измаилом и наслаждайся. Он приходит к своему слуге и говорит, послушай, ты все портишь, ты совершаешь ошибку. Мой план был в том, чтобы от Сары был сын. Измаила я не планирую. Ты совершаешь вообще не то, что нужно. И он говорит, что Господь ему потом говорит, не это в Рома, от Сары будет сын. Он взялся, стряпал себе сына, которого не должно было быть, совсем не так, как Бог ожидает. А Бог приходит, говорит, нет, ты тут портишь, ты тут совершаешь ошибку, Авраам, от Сары будет сын. Бог не отменяет свое слово ему. Он совершает ошибку. Помните, Петр отрекается от Христа. Петр говорит, никогда тебе не предам. А потом предает его трижды. Что делает Господь? Он говорит, Сатана просил сеять вас, как пшеницу. А я тебе молился, чтобы не оскудела вера твоя. А потом потрясающие слова. И ты, когда обратишься, утверди братьев твоих. Бог знает, что Петр совершит ошибку. Он предаст его. Из-за страха. Но он его предаст. А потом Господь продолжает за него молиться. Петр его предает. А потом Иисус дает ему надежду. Надежду всем нам. Но ты, когда возвратишься, когда я тебя восстановлю, когда ты будешь восстановлен, ты то же самое сделай для братьев. Восстанавливай их. Смотрите, его слуги, близкие Богу люди, его дети, они попадают под страх, поддаются плоти, поддаются своему непониманию, необновленному разуму. Они совершают ошибку за ошибкой. Таких примеров полно в Писании. Господь неизменный. Он продолжает с ними работать. Мы в нашей жизни очень много совершали ошибок. Ты думаешь, однажды ты неправильно распорядился деньгами, все, никогда тебе Господь тебе ничего не даст. Вот так мы думаем. Ты же мне все дал благословение, я все спустил в каких-то неправильных пирамидах или в каких-то схемах. Так, как теперь Господь может тебе доверять? Вот мы так мыслим, а Господь доверяет, а Господь продолжает тебя благословлять и учить. Где еще видна Его верность? Его верность видна в испытаниях, друзья, когда мы переживаем давление и искушение. А это переживают все мы. Мы все переживаем давление. И Библия говорит первым коринфянам, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, при искушении даст облегчение, чтобы вы могли перенести». Друзья, верность Бога не в том, чтобы к тебе не приходили испытания к нам. Верность Бога, что посреди испытаний, давлений, Его верность в том, что Бог не оставляет тебя и контролирует все в твоей жизни. Он никогда не теряет контроль. Сегодня политики теряют контроль, мы теряем контроль над своей жизнью. Бог все держит под контролем. И Его верность, когда ты испытан, когда ты... разные испытания, Божья верность тобой. Здесь сказано, Бог посреди испытаний, когда они приходят в нашу жизнь, Он являет свою верность в том, чтобы ты не погиб, в том, чтобы ты перенес, в том, чтобы у тебя была сила перенести. И это его верность, друзья. И Бог остается верным. Я хочу еще показать одну сферу нашей жизни, где проявляется верность. Это уныние, слабость, одиночество, неуверенность в жизни. Это тоже можно отнести к испытанию, но немножко отдельно мы поговорим. Когда мы не чувствуем, когда мы не видим Бога. Очень часто верующие, они не видят, что Бог активно отвечает. Мы не видим, что Бог активно отвечает на наши молитвы. Мы не видим, что Бог нас благословляет. Нам кажется, мы просто живем нашу жизнь, и Божьей руки мы не видим. Я хочу показать несколько примеров здесь. Например, одиночество Иакова, внук Авраама. Смотрите, как говорится в Бытие, в 28 главе. «Иакоб же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте». Друзья, здесь все символично. Когда мы читаем описание, здесь огромные символы. Он переживает одиночество. Он идет. У него нет теплой постели. Он берет камень, делает этот камень своей подушкой на этом месте. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят на ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству Твоему». Помните, что Господь сказал Аврааму или Иисусу Навину говорил? Он постоянно говорил, земля, на которую ступят стопы ног вашим, я дам вам. А Яков говорит, земля, на которой ты лежишь. Знаете, это символично. Иногда жизнь с нами так поступает, что она просто бросает нас на землю. Что мы в лежачем состоянии, что мы обессиленные. И вот Господь в это состояние, Он не ищет Бога здесь. Он идет своей дорогой. И вот здесь Господь сам Ему является. Он не ищет Бога, Он не просит. Господь приходит и напоминает Ему слова, совета. У тебя будет потомство. Я исполню свое слово. Я верный Господь. И Он говорит о потомстве, которое будет большим. И Он ему говорит, я с тобой, я сохраню тебя, куда ты не пойдешь. Возвращу тебя в землю эту. Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. О чем здесь? О Его верности. Иаков пробудился от сна и сказал. Смотрите, интересные вещи. Говорит. Истинно Господь присутствует на этом месте, а я и не знал. Друзья, вот мы на собрании сегодня. Пастор Андрей говорит, Господь на этом месте. Мы точно знаем, что Бог здесь. Где двое или трое, Он обещал прийти. А вот этот человек, Он вообще говорит, Бог на этом месте, я даже не знал. Знаете, Бог с нами даже тогда, когда мы не знаем, что Он с нами. Вот тебе кажется, что Его нету. Ты Его не чувствуешь. Тебе кажется, что ты сам по себе. Ты один. Никакого утешения. Людей рядом нет. Тебе кажется, что ты брошенный. Но ты в такой же ситуации, как Иаков. Там был Господь, а я и не знал. Ты даже не знаешь, что лестница Иакова, она может появиться. Господь стоит на ней. Бог прямо посреди твоих обстоятельств, когда ты сломленный, когда ты переживаешь опустошение, одиночество. И Он разговаривает с тобой. Я и не знал. Я убоялся и сказал, страшно это место. Это не что иное, как Дом Божий. Это врата небесные. Он встал рано утром, взял камень, положил его, который был изголовьем ему. Постал его памятником, возлил елей наверх его и нарек ему имя, месту тому Вифиль. То есть Иаков бежит, и в опустошении Бог является и напоминает ему слова Завета. Он свален жизнью, а Бог к нему приходит. Друзья, Бог будет общаться с нами. Он будет общаться с тобой, даже когда ты не в форме. Даже когда ты не в духовной форме. Господь желает приходить к тебе общаться. И вот Господь желает, Он готов посещать нас. Даже когда мы не знаем, мы не думаем про Него, мы не чувствуем Его. А Господь с нами на этом месте. И приходит, и напоминает тебе слова Завета. И говорит, я остаюсь верным тебе. Вот еще одна история человека. Бегство Моисея. Моисей убивает египтянина. Потом его хотят убить. Он скрывается, бежит в пустыню. И сколько он там находится в пустыне? 40 лет. Смешивается с чужим народом. Берет жену себе, эфиоплянку. Живет себе пастух. Уже нету ничего. У него ничего там не осталось царского от Египта. Какие-то планы, божьи замыслы. Пасет скот. Сорок лет в пустыне. Он вообще, знаете, не ищет Бога. Не думает о Нем. И тут, в этой ситуации, Бог к нему является. В горящем кусте. И призывает его. Ну, это же не энкаунтер какой-то, куда Моисей поехал. Ищет Бога. И Бог засветился ему. Он вообще живет уже своей жизнью. У него свои дела, у него жена там, у него там скот какой-то. Обходит себе. Просто, знаете, вот человек уже не думает, не горит призванием, никакого огня. И тут Бог приходит к нему. О чем речь? О верности Бога, друзья. Которая не основана на духовном здоровье или духовной практике Моисея. Господь его посещает. А вот Давид, друзья. Давид, человек, который говорил, я все отдам, чтобы быть в доме твоем. Я хочу пребывать всю жизнь в доме твоем. Для меня это там слаще меда. Я вообще просто, ничего мне не надо быть у порога дома твоего. Смотрите, что переживает этот человек. Например, Псалом 9, 22. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби. Вот Давид переживает скорбь. А Бога нету. И он ему претензию говорит. Господь, почему ты стоишь вдали? Но ты же должен быть близко со мной. А смотрите, что переживает этот человек Божий. Он переживает, что нету Бога в его жизни. Бог, ты вдали. Ты еще скрываешь. У меня скорбь, а ты скрываешь себя. Ты зачем так себя ведешь? Вот он так переживает. Псалом 21, 2. Боже мой, Боже мой. Слова, которые там на кресте. Да, Христос говорит. Для чего ты оставил меня? Это же реально. Он же говорит о себе, о Боге. Ты оставил меня далеки от спасения моего слова, вопля моего. Я вопию днем, и ты не внемлешь ночью, и нет мне успокоения. Посты и молитвы. А ответа нет. Это человек переживает отсутствие. Он не чувствует Бога. Он переживает Божье отсутствие в его жизни. Это он так себе объясняет. Бог присутствует. Но для Давида он делится своими переживаниями. Псалом 42. Ибо ты, Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Враг бесчинствует. А Господь говорит, я сетую. А ты, Бог крепости моей. Правильные слова говорит. А ты меня отринул. А враги процветают. 43. Псалом. Восстань, что спишь, Господи. Пробуди с ней отринь навсегда. Но ты, Господь, ты спишь вообще. Ты просыпайся, Господь. Что это за псалмы такие? Это псалмы переживания. Вот это переживает человек. Что Богу нету до него дела. Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь лицо твоего от меня? Но правда в том, что Бог никогда, друзья, не оставляет Давида. Бог обещает быть с ним. Никогда не обещал, что мы будем чувствовать всегда его присутствие. Что мы будем ощущать его присутствие. Он обещал, что я никогда не покину до скончания века. Он что сказал? Я с вами. Друзья, мы ходим верой, а не чувствами. Мы ходим верой в то, какой есть Бог. Бог, Он неизменный. Он скала. Он надежный. Его верность настолько велика, что мы можем покоиться на этой верности. И здесь, конечно же, наши чувства нас подводят. Мы чувствуем опустошение. Мы чувствуем, что Бог про нас забыл. Бог уже со мной не разговаривает. Друзья, было время, мы считаем с вами Библию. 400 лет голос Божий молчал. Вот пророки, да, израильский народ, завет с Богом, обетование, что это там, Мессия придет, все движение. Люди 400 лет живут, и Божий голос молчит. Были, то есть, целые поколения в этих годах, которые жили без проявленного Божьего присутствия, без вообще какого-то движения. 400 лет. 400 лет рабства в Египте, а потом Господь раз и появляется. Друзья, у Бога свои времена. Авраам ждал 25 лет, но обетование исполнилось. Друзья, у Бога всему свое время. Но Он не отказался от Своего народа. В свое назначенное время Мессия пришел. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог не такой, каким я его чувствую сегодня. Бог не такой, какой Он мне кажется через жизнь моего брата и сестры. Бог иной. Что значит святой Бог? Слово святость, это не просто отделенный. Слово святое, это слово иной. Отличный. Вот мы сегодня пели, да, с группой прославления, что ты святый. Это не просто, что Бог не безгрешный. Он святой, значит, иной. Когда Он называет нас святыми, Он говорит, вы иные. Вы отличаетесь от всех других народов. Вы другие. Вы иные. Так вот, друзья, Бог, Он иной. И Его верность, она, Он неизменный. Мы строим на этом. И поэтому, когда я согрешаю, когда я переживаю испытания, ошибки, одиночество, когда я не вижу, что Бог действует. Сегодня многие люди так живут. Война продолжается. Новости с фронта все хуже и хуже. Ситуация меняется не в лучшую сторону. Мы живем посреди того, что мы молимся. Мы умножаем молитвы, посты, жертвы, служения. А люди приходят к некому разочарованию. Они ожидали одного, другое. А где ты, Бог? Почему ты забыл? Бог не забыл про Украину. Бог не забыл про детей здесь своих, про церковь. Но когда мы считываем, смотрим на обстоятельства, какие вообще молитвы Бог слышит? Глобально, если подумать. Друзья, но Бога не надо так рассматривать. Бог, Он неизменный. Он верный. И этого достаточно. Он не человек. И Бог с нами, когда мы не чувствуем, когда мы бежим, когда мы в поиске, когда мы не ищем Бога, когда мы занимаемся своими делами, Бог с нами. И лестница Якова есть там. И Бог стоит на ней. И слова завета говорят тебе, да, ты ошибаешься, я ошибаюсь. Господь не отрекается от нас. Он не может отречься, Библия говорит, самого себя. Я хочу, вот и заканчивая перед молитвой, я хочу как раз и говорить о том, что... А что толку от того, что Он верный? А нам нужно научиться полагаться на эту верность. Реакция на Божью верность должна быть в нашей жизни. И прежде это доверие. Первое Петра сказано, итак, страждущие по воле Божией. Страждущие-то мы с вами. Петр пишет гонимой церкви. Петр пишет церкви, которая переживает в сложное время. Страждущие по воле Божией. Да предадут Ему верному Создателю души свои, делая добро. Что нам нужно сделать сегодня в нашей ситуации? Предать наши жизни. Кому? Верному Создателю. Почему Ему нужно предать жизни? Да потому что Он верный. Он Создатель. Он верный. И только Он достоин того, чтобы ты свою жизнь Ему предал. Только Он достоин. Почему? Потому что Он верный. И это означает, из-за того, что Бог все сделает, что Он сказал о твоей жизни, о твоем народе, о твоей судьбе, из-за того, что это состоится, потому что Он верный, так тогда Ему и отдавай свою жизнь, делая добро. Потому что человек все время хочет отдать свою жизнь тому, от которого он ожидает блага. Люди доверяют людям, люди предают себя, свою душу чему-то, а потому что это говорит об их ожидании. Здесь Библия говорит, если вы страждущие души свои, а это самое важное, что у нас есть, предайте кому? Верному Создателю, делая добро. Потому что Он верен. И потому что состоится то, что Он сказал. Евреям 10, 23 сказано, давайте будем держаться исповедания, упования или веры неуклонной, бо верен обещавший. А что переживают эти люди, евреи, к которым обращается автор? Вся книга евреям о том, что у них искушение вернуться в иудаизм, оставить Христа, оставить веру. Все послание к евреям, доказательство превосходства Христа, как священника, как Создателя, как Бога, как Спасителя, что Он превосходнее Моисея, любого священника Левия. Для чего автор говорит о Христе? Что если вы теряете Христа, у вас ничего тогда Богу предложить нечего, у вас вы остаетесь ни с чем. И здесь сказано, продолжайте оставаться в вере в Бога, потому что верен обещавший. Но они не видят эту верность. Их преследуют, забирают их имущество, забирают их, грабят этих евреев. Там же сказано в 10 главе, что вы расхищение имения приняли с радостью. Вас убивают, вас грабят, вас преследуют, а вам нужно продолжать верить в этого Бога и держаться его. А зачем? А почему? Да потому что верен обещавший. Верный. Такая история. Отец оставил... Один отец однажды оставил сына на углу улиц в городе и сказал, что вернется примерно через полчаса. Но у отца сломалась машина, и он не мог добраться до телефона. Прошло пять часов, прежде чем отец смог вернуться. И он начал беспокоиться. А что его сын, наверное, впал в панику или был потерян. Когда отец добрался до сына, его мальчик стоял перед магазином, глядя в окно, качаясь вперед-назад на пятках. Когда отец увидел его, он подбежал, обнял мальчика, поцеловал его, попросил прощения и спросил, ты волновался, наверное, не думал ли ты... Ты, наверное, думал, что я никогда не вернусь. Мальчик поднял голову и ответил, нет, папа, я знал, что ты придешь. Ты сказал так. Это то, о чем здесь сказано. Продолжай держаться исповедание веры. Продолжай уповать на Бога. Потому что верен обещавший. Библия говорит, верую сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, ибо знала, что верен обещавший. Знала, что давала силу ее вере. В конце концов, дало силу. Она знала, что верен обещавший. Она знала, что нету ничего, мы пробовали все, нету ничего, кроме как его верности, что заставляет меня полагаться. И вот она получает силу. Друзья, Павел говорил, я знаю, в кого я уверовал. Он силен сохранить залог мой на онный день. Я знаю, в кого я уверовал. Сара знала, что верен обещавший. И она верила ему. Друзья, самое первое, что мы должны сделать, понимая, что Бог не человек, и Он не такой, как мы с вами. Он победит в любом суде. Это доверять Его верности. Как это доверие проявляется? Тем, что ты предаешь Ему свою жизнь. Тем, что ты говоришь, Господь, я твоя собственность. Я буду продолжать следовать за тобой. Я буду продолжать делать добро. Я буду продолжать служить. Я буду продолжать оставаться верным тебе, несмотря на страдания, даже и обстоятельства. Я буду продолжать исповедовать свою веру в тебя. Второе, что мы делаем. Понимая, что Бог верный, мы прославляем Бога за Его верность. В Третьем Царстве сказано так. Благословен Господь Бог, Который дал покой народу Своему Израиля. Как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из тех благих слов, которые Он изрек через раба Своего Моисея. Какая реакция у автора этих слов на то, что Господь дал покой, на то, что Он все выполнил, Он верный. Благословен Господь Бог. Друзья, наша вера выражает себя в словах, в исповедании словах. Мы говорим, Господь, мы прославляем Тебя. Ты верный Бог. Ты верный Бог. Поэтому, не важно, что произойдет в будущем, не важно, что мы не знаем, какое оно, не важно, что наши планы могут нарушиться. Мы говорим, Господь, мы благословляем Тебя. Все исполнится. Ты верный Господь. И, конечно же, самое последнее, мы сами призваны проявлять Его верность. Бог верен нам, и Он призывает нас быть верными Ему. Друзья, я хочу молиться сегодня с вами и помолиться, благословить Божие имя. И мое желание, моя молитва о том, чтобы вы строили свою жизнь на том, какой есть Бог. Если вам тяжело, если вы не чувствуете Его, если не происходит то, что вам кажется должно происходить, и вы чувствуете опустошение, или вы чувствуете падение, вы падаете в грехе снова и снова, и люди вас подводят, вы ничего не можете контролировать. Просто говорите, Господь, Ты не человек, Ты другой, Ты святой, Ты иной. Я Тебе доверяю, верен Ты. Господь, мы благодарны Тебе за Твою милость к нам. Мы благодарны Тебе за то, что Ты говоришь о себе нам. Мы благословляем сегодня Твое милость, и благодарим Тебя за то, что Ты верный. И мы живем Твоей верностью, не нашей. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты не человек. За то, что Ты не лживый. За то, что Ты праведный. За то, что Ты твердыня. За то, что Ты есть скала. Ты не просто пар, Ты не просто цвет на траве. Ты другой, Ты иной. Ты был, есть и будешь. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты неизменный в своем слове. Ты верен, обещавший. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты клянешься самим собой в том, что мы будем с Тобой в вечности, если мы поверим в Сына Твоего. Что Ты сохранишь нас до конца, ибо Ты верен, обещавший. Ты сохранишь залог наш до конца. Мы уверены в том, что мы будем с Тобой в вечности нашей семьи, потому что Ты не мы. Потому что Ты обещал Христу. Потому что Новый Завет Ты даруешь нам, в который Ты пригласил нас. И Ты клянешься самим собой. Потому что Ты не можешь быть другим. Потому что Ты есть любовь. Потому что у Тебя есть сила и могущество совершить свой план в нашей жизни, довести все до победного конца. И мы знаем, что это не от нас. Мы знаем, что чтобы не замышляли люди, чтобы не замышляли враги. Как бы люди не хотели расстроить Твои планы, Твое Слово говорит, что Ты посмеешься с небес. Когда люди хотят выступить против Тебя, думая, что они Тебя одолевают, Ты смеешься с небес, со своего места. Потому что все народы, как капля воды в руке Твоей, и они все ничто по сравнению с Твоим могуществом и силой. И Господь, мы благодарны Тебе, что сегодня в наших жизнях Ты верный. Мы благодарны Тебе, что Ты верен, когда мы не верны. Что Ты верен, когда мы подводим Тебя. Когда мы падаем. Когда мы бежим. Когда мы забываем Тебя. Когда мы не вспоминаем о Тебе. Ты верный, когда мы, Господь, в суете, когда мы живем по плоти, когда мы не бодрствуем даже. Мы благодарим Тебя, что и в эти моменты Ты верный, чтобы простить и поднять, простить и восстановить. Мы благодарим Тебя, что, как Петр, предавая Тебя снова и снова, Ты молишься, чтобы наша вера не оскудела, и Ты знаешь, что восстановление придет, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты стал нашим первосвященником, который неусыпно ходатайствует за нас пред Божьим лицом, который представляет нас перед Богом, который возносит молитвы, который Ты, Господь, в Своей жертве объял нас. И мы благодарим Тебя, что не силой, не воинством, но духом Твоим мы живем Тобой и движемся и существуем. Ты есть Альфа и Омега, Ты есть Начало и Конец, Ты первый и последний, и Твое Слово будет последним, и за Тобой последнее Слово, и Ты поставишь точку нашей жизни, Господь. И мы знаем, что Ты сохранишь нас до конца, сохранишь для Царства Своего, Господь, и мы вечно будем с Тобой. И мы благодарны Тебе за то, кто Ты есть, Господь. Слава Тебе за это. Мы славим, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты неизменный Господь, за то, что Ты есть верный Бог. Аминь. Друзья, спасибо. Пусть Бог благословит вас, и наш Бог так и сделает, потому что Он потрясающий верный. Спасибо еще раз, Пастор. Благословение вам, Церковь. Пусть Бог хранит.